Всем привет, ребята! В этом видео давайте вспомним, чем закончилась история со всеми куколками тропических бабочек, которые я поместил в мой самодельный бабочкариум. Но сначала я хотел бы вам напомнить, что у меня есть мой личный телеграм-канал, где я рассказываю о моей жизни и чем я занимаюсь в свободное время. Ссылку на мой телеграм-канал я оставлю в описании под этим видео. Итак, знакомьтесь, это самая огромная бабочка в мире, павлиноглазка атлас, размах крыльев которой достигает 20 сантиметров. То есть эта бабочка по размаху крыльев больше, чем, например, воробей. И это очень непривычно видеть такую огромную бабочку, летающую по комнате. А еще эта бабочка снесла огромные яйца прямо у меня на столе. Сначала я удивился, почему она такая толстая. Я думал, что она просто не сходила как следует в туалет. Но оказалось, что это самка. И у нее внутри полно яиц, которые она отложила у меня на рабочем столе. Яйца эти очень твердые, со скорлупой, похожей на куриную. И длиной они примерно в 2-3 мм. Яйца очень сильно присохли к столу и с трудом отрывались. Наверное, они изначально покрыты какой-то специальной клейкой жидкостью, которая при высыхании приклеивает их к поверхностям. В природе это могут быть листья или кора деревьев. А тут оказался мой стол. Вот сколько яиц отложила моя бабочка. Я собрал их в стакан, чтобы посмотреть, а вдруг из них что-нибудь вылупится. А тем временем у меня родилась еще одна павлиноглазка. И осталось еще 3 кокона, из которых скоро должны вылезти бабочки. А вот этот кокон, смотрите, он самый темный. И это означает, что в самое ближайшее время именно из него вылезет бабочка. И для того, чтобы не пропустить момент рождения бабочки, я поместил этот кокон в пивной бокал и поставил прямо у себя на кухне на столе на виду. И что же вы думаете, буквально через несколько часов начался процесс рождения бабочки из кокона. Субтитры сделал DimaTorzok Мне впервые удалось снять этот момент. Обычно я всегда пропускал этот процесс, а тут все произошло прямо у меня на глазах. Огромные крылья бабочки удивительным образом компактно сложены внутри кокона. И им нужно какое-то время, чтобы они распрямились. А для этого бабочка должна провисеть на коконе около часа. Но в этот раз бабочка плохо уцепилась и сорвалась вниз. Если бы это было в природе, то она, конечно же, стала бы жертвой хищников. Но я подал ей тряпочку, на которой она хорошенько уцепилась и стала распрямлять крылья. Особенно хорошо этот процесс виден в ускоренной съемке. И вот бабочка уже полностью выпрямила крылья и предстала во всей своей красе. Кстати, называется эта бабочка парусник румянцева. Все бабочки, которые рождаются в домашних условиях, совершенно не боятся людей. И поэтому их запросто можно брать на руки. А еще посмотрите, как классно смотрится эта черная бабочка на цветах. Это просто идеальное дополнение к букету, не правда ли? А тем временем у меня родилось еще 4 новые бабочки. Во-первых, это третья павлиноглазка атлас, а также еще один парусник румянцева. Если помните, первый парусник родился немного с покалеченными и кривыми крыльями. У этого тоже крылья кривоваты, но, возможно, это они еще не распрямились до конца. Ну, хоть одна бабочка румянцева родилась без дефектов. Та, которая была в пивном бокале и сидела на цветах. А также появилась вот эта черно-зеленая бабочка, парусник полинура. И еще один точно такой же парусник полинура, вон там вот сверху сидит. Давайте попробуем достать бабочку полинура и посмотреть на нее поближе. Как только я ее достал, она порхнула, улетела и села на стене. Вы только посмотрите, как она красиво смотрится на голубой стене. Такой приятный зеленый окрас. Я даже не знаю, как этот цвет правильно называется. Фосфорный что ли? Да, помню, были такие циферблаты часов, светящиеся в темноте, точно такого же зеленого цвета. А верхняя часть крыльев как будто присыпана зеленой пудрой. Самое интересное, что с обратной стороны она черно-белая с оранжевыми точками и тоже очень красивая. Потом я достал другую бабочку и тут было непонятно, то ли она еще не обсохла, то ли она тоже родилась с инвалидными крылышками. Ну ладно, пускай обсохнет и там будет видно. Ну и вот эта бабочка тоже пускай посидит на столе и обсохнет. А потом я достал третью бабочку-павлиноглазку атлас и увидел, что у нее тоже немного кривоваты крылья. Давайте посажу ее рядом с этими двумя, пускай тоже обсыхает. Ну что ж, ребята, вот такое вот получилось видео про тропических бабочек. Мне очень понравилось за ними наблюдать и смотреть, как они летают у меня по комнате. А также в этот раз мне удалось заснять процесс рождения бабочки из кокона. Если вам тоже понравилось это видео, то обязательно лайкните и напишите что-нибудь в комментариях. Спасибо вам за вашу поддержку. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok